В последний июньский день В землю опускалась кабина космического корабля Союз-11. Прошло еще несколько минут, и корабль, подняв облако пыли, совершил успешную посадку в степи. Буквально сразу же к нему подбежали спасатели. Они постучали в стенку капсулы, но изнутри им никто не ответил. Тогда они сами начали открывать люк. То, что они увидели, их ошеломило. Центр управления полетом находился тогда в Крыму, под Евпаторией. Сообщение о том, что Союз-11 совершил посадку, поступило в ЦУП посреди ночи. А если быть точным, в 2 часа 18 минут по московскому времени. Оно было встречено радостными криками. Казалось, остались только формальности. Дождаться доклада о самочувствии экипажа. И мало кто сомневался, что вскоре прозвучит традиционная фраза. Самочувствие экипажа хорошее. Ждать оставалось всего лишь несколько минут. Этого доклада в ЦУПе так и не дождались. В то время там не могли знать всего, что происходило в космическом корабле в последние минуты полета. Экипаж? Георгий Добровольский, Владислав Волков и Виктор Пацаев готовился к посадке. Но приборы в кабине вдруг стали показывать резкое падение давления. Отстегнув привязные ремни, Добровольский бросился проверять выходной люк. Но с ним все было в порядке. А космонавты уже отчетливо слышали, как свистит уходящий из корабля в воздух. Счет шел уже на секунду. В кабине было шумно. Работали радиоприемники и радиопередатчики. Экипаж выключил аппаратуру и только тогда понял, откуда уходит воздух. Свист слышался над креслом командира, где находился вентиляционный клапан. Он почему-то оказался открытым. Судьба экипажа Союза во многом зависела от случая и странных совпадений. Кажется, с самого начала кто-то свыше посылал свои знаки и предупреждения. Но на них обратили внимание только после того, как все уже произошло. От полета Союза-11 зависело многое. Летом 1971 года в СССР надеялись выровнять положение в космической гонке с Америкой. После ярких побед в космосе отставать было обидно. Ну вот, битву за Луну Советский Союз явно проиграл. По Луне уже ходили американские астронавты. А наша лунная ракета все никак не могла оторваться от Земли. Американцы высадились на Луну. Значит, надо было что-то сделать впервые у нас в стране. Такое, которое было бы действительно перспективным, смотрелось, так сказать, но и давало надежду на действительно большие в дальнейшем научные достижения, экономические достижения, приоритеты в этой области. Многие тогда считали, надо все-таки догнать американцев и показать всему миру мощь системы социализма. И сделать это именно на Луне. А еще лучше, на Марсе. Первый полет советского корабля к Марсу планировали уже к 75-му. Или в крайнем случае к 1980-му году. Цель должна быть оглушать, так сказать, просто даже само название. И одни говорили, что Марс. Более прагматичные говорили Луна. Лунная экспедиция. Хотя Марс не просто Марс, а высадка на Марсе. Ну, я придерживался мнения, что не надо рыпаться и суетиться, надо делать орбитальные станции. Перед советским руководством стояла еще одна задача. Нужно было объяснить народу, почему американцы были на Луне, а наши космонавты нет. Планы строительства орбитальных станций подходили и для этой цели. Да и вообще они выглядели разумно. Это не так дорого, как полеты к Марсу. С их помощью можно набираться опыта и для будущих межпланетных полетов. И, наконец, можно было утереть нос американцам. Они таких станций еще не имели. Вскоре во все центральные газеты, на телевидении, радио поступили секретные инструкции из ЦК КПСС. Делать особый акцент на то, что на Луну мы лететь не собирались, нам не за чем рисковать своими космонавтами. В космос. У советских людей совсем другая дорога через космические станции. Поступая с торжественным докладом по случаю очередной годовщины Октябрьской революции, генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев так и сказал, «Наш магистральный путь в космос лежит через строительство орбитальных станций, а вовсе не через Луну». Первую станцию хотели запустить к символической для СССР дате. Столетию со дня рождения Ленина. Однако лишь год спустя, в апреле 71-го, в эфире появились срочные сообщения. На орбите работает станция «Салют». В обстановке строгой государственной тайны, к экспедициям на станцию тогда готовились сразу три экипажа. Шаталов, Елисеев-Рукавишников, Леонов, Кубасов, Колодин и Добровольский, Волков-Пацай. Продолжительность их полетов до того времени была запланирована просто фантастическая. Соответственно, 30, 45 и целых 90 дней в космосе. Такое американцам еще и не снилось. 23 апреля на корабле «Союз-10» в космос отправились Владимир Шаталов, Алексей Елисеев и Николай Рукавишников. Из-за технических неисправностей старт их отложили на сутки. И когда космонавты в первый раз ждали пуска, то за несколько нервных часов каждый похудел больше, чем на килограмм. Конечно, в душе все очень напряглось, внутренне очень переживал. Но когда спустился вниз в лифте, я посмеялся, пошутил и отрапортовал, что побил рекорд по точности приземления, где хотел взлететь, так приземлился. «Союз-10» состыковался со станцией. Но стыковка оказалась неполной. Перейти на салют без скафандров было невозможно. А скафандров у космонавтов как раз и не было. Эта деталь потом сыграет свою трагическую роль. Но корабль не мог к тому же и отцепиться от станции. Это грозило космонавтам неминуемой гибелью. Запасов кислорода не хватило бы и на двое суток. Однако все обошлось. И вскоре Шаталов, Елисеев и Рукавишников вернулись на Землю. Их ожидала торжественная встреча. Через всю Москву космонавтов с почетом привезли в Кремль, где их встречали руководители страны. Вскоре здесь же, в Кремле, им вручили золотые звезды героев Советского Союза за проявленные в полете мужество и героизм. Но о том, в чем именно заключался героизм космонавтов, знали лишь очень немногие. Как и то, что всей программы полета им выполнить не удалось. Советские неудачи в космосе тогда считались строгой государственной тайной. В газетах сообщили, что это была всего лишь репетиция перед следующей экспедицией. Экспедиция из Союза-11. После приземления Союза-11 прошло уже 20 минут. За это время в Центре управления полетом радостное оживление сначала сменилось недоумением, а потом тревогой. Никто не понимал, что происходит. Почему никаких докладов не поступает с места посадки? Волновались и члены семьи экипажа. Они уже знали, что спускаемый аппарат вернулся на землю. Позвонила мне туда жена Жоры Добровольского. Я ее поздравил. Она говорит, а что, как там? Я говорю, все нормально. А что же так долго не выходит? Я говорю, ну ты знаешь, им запретили выходить из люков. Там все-таки длительный полет. Сейчас вот врачи подойдут, сейчас откроют, помогут выйти и все. После неудачи с «Союзом-10» в Кремле потребовали гарантии. Следующая экспедиция должна окончиться полной победой. При этом прекрасно понимали, в космосе может произойти всякое. Все очень хорошо помнили, как закончился 4 года назад полет Владимира Комарова. Тогда, в 67-м, Комаров отправился в космос на самом первом корабле «Союз». Уже на орбите с «Союзом» начали происходить неприятности. Но космонавту удалось справиться с ними. Корабль пошел на посадку. И я помню, последние слова Комарова были. Ну, сейчас у меня обгорят антенны, связь с землей прекратится. Это штатная ситуация, они должны были обгореть. До будущей встречи на земле. Он это сказал очень спокойным, таким уравновешенным голосом. Тут, на командном пункте, был просто праздник. Все смеялись и прыгали, и радовались, как дети. Но трагедия произошла именно на спуске. У «Союза» не сработала парашютная система. Он со страшной силой ударился о землю и загорелся. Комаров погиб. Его останки с трудом обнаружили среди обугленных обломков. Космонавтам решили специально показать то, что осталось от Комарова. Вы должны, вы просто обязаны знать, что вас ожидает в случае ошибки или неудачного полета. Сказал им главком ВВС маршал Вершинин. Коллеги провожали останки своего товарища до самого последнего момента в прематории. И там оставались до конца. Выкнула фуражка, потом все это запылало. И тот товарищ, который эту процедуру проводил, достает бутылку водки, открывает шмоток колбасы, выпивает стакан водки. Ребята, приходите, мы вас всегда без очереди пропустим. Такой юмор был. Все эти события еще были свежи в памяти космонавтов, когда Государственная комиссия определилась наконец составом экипажей «Союза-11». Дублерами были назначены Георгий Добровольский, Владислав Волков и Виктор Пацаев. А в основной состав вошли Валерий Кубасов, Петр Колодин и командир Алексей Леон. Именно им предстояло укротить непослушный салют и записать на счет Советского Союза важную космическую победу. Мой корабль «Одиннадцать». Я космонавт номер «Одиннадцать», корабль «Одиннадцать». Я гордился этим и думал, что это судьба. Судьба такая. И каждый день практически я был в КБ и находился на своем любимом корабле, и гладил, и смотрел. Он для меня уже был родным домом. Подготовка к полету завершилась как раз в день рождения Алексея Леонова. Ему исполнилось 37 лет. Человека, который первым вышел в открытый космос, знал уже весь мир. Но Леонов очень гордился тем, что его назначили и командиром экипажа первой в мире орбитальной станции. На праздновании дня рождения он пообещал, что они обязательно войдут в эту заколдованную станцию. А Добровольский от имени Дублеров преподнес ему шуточный наказ в стихах. Служил Алеша космонавтом, собрался на салют слетать. Алеша, милый, от Дублера, зайди в нее, ядрена мать. Второй член экипажа, Валерий Кубасов, тоже был опытным космонавтом. Именно он на корабле «Союз-6» первым в мире провел в космосе сварочные работы. А вот Петр Колодин в космос еще не летал, поэтому и рвался в этот полет больше других. Среди военных космонавтов он выделялся тем, что был не летчиком, как большинство из них, а служил в ракетных войсках. За день до их отъезда на Байконур на квартире у Леонова состоялись проводы космонавтов на Байконур. В этот вечер Леонов хотел разбить тарелку. На счастье. Но она не разбилась. Впрочем, они почти не обратили внимания на эту недобрую примету, ведь их ждал космос. А до пуска оставалось уже меньше недели. Никто уже не сомневался, что вскоре Леонов, Кубасов и Колодин будут на орбите. Уезжая на Байконур, Владислав Волков, как и другие дублеры, рассчитывал, что вернется домой всего лишь через несколько дней. Он был на футболе и приехал. И сказал, ты знаешь, что, в общем, скорее-скорее нужно мне это самое собираться. Я улетаю в командировку. Они были дублерами в командировку. В общем, накидал сам себе даже вещи в чемодан. Так. Он буквально говорит, вот мы сейчас запустим, ребята, я приеду. Но судьба распорядилась иначе. Того, что произошло на космодроме в последние дни перед стартом, в советской космонавтике еще не случалось никогда. За трое суток нас всех подвергли рентгеноскопии. Так положено по технологии. Я прошел, Колодин прошел, дальше Кубасов. И врачи что-то забегали. Забегали. Вызвали нашего врача главного. Показывают. И открыто, ясно. И мне показывают, как командиру. Алексей Архипович. Видите, вот здесь. Я вижу потемнение в лег. Результаты этой экспертизы заставили пересмотреть уже утвержденные полетные составы. Кубасов успешно прошел все медицинские проверки. Буквально накануне он пробежал обычный для себя 5 километров кросса. Потом долго играл в теннис. И вдруг пятна в легких. Врачи даже подозревали туберкулез. Всем было понятно. Кубасов в космос не летит. Но как быть с другими членами экипажа? Леоновым и Колодином? Сначала вместо Кубасова инженером в экипаж «Союза-11» назначили Владислава Волкова. Наиболее опытного из дублеров и уже летавшего в космос. Но у него никак не складывались отношения с командиром экипажа Леоновым. Волков говорил, что Леонов на него слишком дал. Как я должен был поступать? Как давление? Сиди день и ночь. Ему не нравилось. Он герой Советского Союза. Это известный парень, работник хороший, инженер. Но по-другому я и не мог, кроме как жестко, заставить его учить то, что надо за эти три дня. Другие очевидцы описывают эти последние часы перед стартом иначе. По их версии, именно Леонов предложил ввести в свой экипаж Волкова. И его можно было понять. Ведь ему тоже очень хотелось стать первым человеком, побывавшим на первой в мире орбитальной станции. И после нескольких лет тяжелейшей подготовки, он считал, что этот полет должен принадлежать только ему и тем, кто готовился вместе с ним. И предложил, посадите вместо Кубасова Волкова и сохраните экипаж Леонов-Волков-Колодин. А Волков сказал, нет, у нас свой экипаж. Нет, мы вот дублеры, добровольские. Я и Пацаев, мы дублеры, значит, мы должны лететь. Впрочем, личные отношения между космонавтами не смогли сыграть в их дальнейшей судьбе решающей роли. Ее определяли в высоких кабинетах. Вопрос о том, кто полетит в космос, во многом был вопросом большой политики и результатом крутой интриги во властных кругах. За каждым из кандидатов в экипажи Союза-11 стояли свои мощные партии. Военные продвигали команду офицеров Леонова, Колодина и лишь одного штатского, инженера Волкова. А партия гражданских болела за добровольского, Волкова и Пацаева. Двое из которых, Волков и Пацаев, не носили погон. В последние предстартовые дни вокруг нового экипажа развернулась настоящая борьба. Слишком много противоречий накопилось к этому времени между военными и гражданскими специалистами. Спор, кто в космосе полезнее, летчики-истребители или инженеры-конструкторы космических кораблей, длился уже несколько лет. А между главным конструктором, Василием Мишиным и помощником главкома ВВС по космосу, начальником всех военных космонавтов, генерал-лейтенантом Николаем Каманиным, шла настоящая война. Извечная была борьба между военными и гражданскими. Когда меня назначали, никаких гражданских космонавтов не было. В момент моего назначения был оформлен отряд гражданских космонавтов. Я не знал, что это вызовет такую войну с Каманином. Он командовал космонавтами, он считал царем и богом. Каманин не хотел подпускать гражданских в космос. А Мишин твердо верил в то, что инженеры, сотрудники его фирмы должны участвовать в полете. Повторим еще раз. Того, что происходило в те июньские дни 71-го, не случалось в советской космонавтике никогда. Казалось бы, кто-то свыше специально создавал проблему перед полетом, чтобы отменить или, по крайней мере, отложить его. Но на все эти странные совпадения и гримасы судьбы обратят внимание только потом. А тогда, на Байконуре, да и в Москве, было совсем не до этого. Ведь за сутки до пуска еще не было известно, кто именно летит в космос. И атмосфера на космодроме накалялась с каждым часом. Полет – это самый счастливый момент в жизни каждого космонавта. Даже сейчас, когда космические экспедиции стали, кажется, привычным делом, подготовку к полету может выдержать далеко не каждый. А в 60-х это был труд на пределе человеческих возможностей, невиданные для нормальных людей перегрузки, невиданные испытания, потому что точно не знали, что ожидает человека в космосе. И так, месяц за месяцем, год за годом, ради надежды только хотя бы на несколько часов оказаться над Землей. Госкомиссия сделала выбор в самый последний момент. Лишь за 11 часов до старта, когда ее представители объявили о своем решении, в зале воцарилась мертвая тишина. Экипаж меняли полностью. В космос отправлялись Добровольский, Волков и Пацать. Я потом сделал портрет и написал, он называется «Глаза Виктора Пацаева». Он сидел, когда объявили, что они первый экипаж, он не поднял голову, он ее еще опустил. Еще опустил. Вот так. Глаза расширены. Он окаменел. Эта фотография была сделана как раз тогда, сразу после объявления этого решения. Ошеломленные Леонов, Кубасов и Колодин опустили голову. Можно только догадываться, о чем они думали в этот тяжелый для них момент. Возможно, о том, что какой-то злой рок разрушил их планы на счастливое будущее. Эти несколько часов свели на нет результаты их многолетней работы. Полет, тот момент, ради которого они жили все последние годы, снова удалялся от них в неизвестность. Советские космонавты были настоящими героями своего времени. И заслуженно. Но разница между основным экипажем и дублерами была огромной. Дублеры переносили точно такие же испытания. Но часто на их долю не выпадали даже отблески славы их более удачливых товарищей. И не только славы. Если летавших космонавтов награждали орденами и вручали премии в 5000 рублей автомашины «Волга», то дублеры не получали практически ничего. А ведь были и такие, кто сидел в дубле по несколько лет и ни разу не летал в космос. Казалось, судьба сыграла злую шутку. Теперь Леонов, Кубасов и Колодин попали в дубль. А рядом с ним сидели их товарищи, бывшие дублеры, которые, вероятно, решили, что именно они вытянули счастливый билет в космос. Я категорически каждому экипажу говорил, когда вас объявляют, что вы первый, а тот второй, будьте добры, встаньте и пожмите в присутствии всех экипажу руки. Потому что он шел с вами, он вас подстерегал везде, и он мог бы быть так, как в моем случае, первым. Вот чего, например, тот первый экипаж не сделал, по-мужски не сделал. Натянутые до предела нервы в тот момент у некоторых не выдержали. Петр Колодин переживал больше других. Он ведь ни разу еще не летал в космос. Он так расстроился, что даже нагрубил новому главному конструктору Василию Мишину, который заменил Королева. И это тоже был прямо-таки невероятный случай в практике советской космонавтики. Мишин сказал, что в следующий полет обязательно я полечу. Но я там Мишину выдал сгоряча. Василий Павлович, вам история этой замены не простит. И я помню, что в гостиницу ко мне ночью пришел сильно поддавший Колодин и плакал у меня в номере, сидел и говорил, что я чувствую, Славка, я чувствую, что я вообще не полечу. Его, конечно, утешали. Один из конструкторов даже рассказал Колодину такую историю. Его высадили из самолета, который предоставили для какой-то делегации. И именно этот самолет разбился через несколько часов. Потом Колодин будет всю жизнь вспоминать тот рассказ, который оказался пророческим. В жизни человека многое зависит от случая. Но он никогда не знает, где этот случай его подстерегает и что он в себе таит. И тогда, перед стартом, никто не мог предполагать, что счастливый билет вытянул именно тот экипаж, который в последний момент оставили на земле. Решение Государственной комиссии мгновенно изменило судьбы всех этих шести людей, сразу же разделив их на мертвых и живых. Правда, никто из них об этом еще не догадывался. СИГНАЛИЗАЦИИ Связи с местом посадки по-прежнему не было. Руководитель службы поиска, позывной 52-й, на все запросы ЦУПа упорно отвечал молчанием. Это было очень странно, потому что обычно в поисковых вертолетах всегда кто-то остается и докладывает, что происходит. На связистов ЦУПа обрушился шквал упреков за то, что они не могут найти спасателей. Но они были ни в чем не виноваты. Все уже понимали, случилось что-то непредвиденное. Но что? Утром 6 июня 71-го года Добровольский, Волков и Пацаев в последний раз перед стартом помахали на прощание тем, кто оставался их ждать. К тому времени космонавты уже несколько лет летали без скафандров. И все обходилось благополучно. Некоторые даже говорили, наши корабли настолько надежны, что на них можно летать в космос даже в одних трусах. К тому же 3 человека в скафандрах в корабли никак не помещались. А стране нужно было, чтобы летели именно трое. Скафандры Королев удалил, когда перешел на 3 человека. Ведь это было авантюризм. Добровольский, Волков и Пацаев отправлялись в космос в легких полетных костюмах и в пилотках. Такими их видели на Земле в последний раз. За сутки до старта Георгий Добровольский передал семье записку. «Дорогие мои, здравствуйте! Улетаю! Не волнуйтесь! Все будет обязательно хорошо!» Добровольский был самым старшим по возрасту в своем экипаже. Ему только что исполнилось 43 года. У Добровольского была нелегкая судьба. Во время войны он жил в Одессе. Гитлеровцы посадили 16-летнего Жора в тюрьму. У него нашли пистолет. Его приговорили к 25 годам каторги. Но семья подкупила охранника и устроила ему побег. Я его спрашивала, потому что у него были следы на запястьях. И спрашивала, что это такое. Но он мне сказал, что я тебе расскажу, но потом, попозже, когда ты подрастешь. Спустя многие годы, накануне различных медкомиссий, Добровольский начинал переживать. Ему каждый раз приходилось объяснять происхождение шрамов на кистях его рук, которые остались у него от гестаповских кандалов. Больше всего он боялся, что его не пустят в космос. А к космосу он буквально бредил и готовился к своему первому полету целых 8 лет. Судьба Владислава Волкова складывалась иначе. В 69-м он уже летал в космос на Союзе 7. У инженера по образованию и космонавта по призванию у него было еще множество интересов. Поэзия и спорт, охота и рыбалка. Он любил компании друзей и вообще был жизнерадостным человеком. С Волковым мы просто дружим. Просто дружим. Мы с ним в дом ЖУР ходили. Я его водил к Роберту Рождественскому, помню, вечер у нас там был. Вот. И Волков был очень веселый парень, очень сильный физически. Футболист его всяк. Прозвище было у него футболист, потому что он в мае играл футбол. Но космос все-таки был для него важнее всего остального. Недаром сосед Волкова по дому, его друг Юрий Никулин, подарил ему этот шуточный рисунок, а рядом написал. Сколько Волкова не корми, а он в космос смотрит. Тот первый полет на Союзе-7 закончился неудачно. Стыковка с другим кораблем не удалась. И Волков обязательно хотел вновь испытать свою судьбу. Тревожных мыслей всяких много было, потому что очень все неизведанно, все разговаривали. Но, в общем-то, я понимала, что это бесполезно. И вообще я его не отговаривала. Я его не отговаривала. Он был человек очень самодостаточный, самостоятельный. Он мог поделиться, сказать, что вот у меня такое желание, все, но повлиять как-то. Ну и вообще, если бы я могла повлиять, он бы не был космонавтом. Виктор Пацаев по специальности тоже инженер и тоже спортсмен. Он входил в сборную РСФСР по фехтованию. В отряд космонавтов он попал, проработав несколько лет в КБ у Королева. Потому что хотел испытать в полете те приборы, которые конструировал на Земле. На салюте Пацаев проводил научные эксперименты. Он, например, стал первым астрономом в мире, который работал выше земной атмосферы. В самый разгар полета космонавты отметили день рождения Виктора Пацаева. Ему тогда исполнилось 38 лет. Главным блюдом праздничного стола были луковица и лимон, которые Волкову удалось контрабандой провести в космос. После протертой космической пищи это был ценный подарок. Луковицу и лимон честно разделили на три части. Вряд ли кто-то из них тогда думал, что день рождения они празднуют в последний раз в жизни. Примерно через час нервного ожидания в ЦУПе помощник главкома ВВС по космосу генерал-лейтенант Каманин попросил срочно зайти к себе технического руководителя полетом Алексея Елисеева. Все знали, просто так Каманин к себе звать не будет. Генерал выглядел мрачным и подавленным. У него был закрытый канал связи со спасателем. И он уже знал, что произошло. Всего какой-то час назад им казалось, что все уже позади. Космонавты провели на борту станции 23 дня. Установлен новый мировой рекорд по пребыванию в космосе. Настроение у всех было приподнятое. Экипаж провел станцию в порядок и перешел в корабль. Союз пошел на спуск. Последнее, что услышали на Земле, голос Волкова. Готовьте коньяк, завтра встретимся. Я просто помню, что этот день, 30 июня, был самым тихим днем. Вот такой какой-то очень тихий день. Не было никакой суеты. Телевизор мы включали, но не было никаких сообщений. Жена Владислава Волкова-Людмила за спуском корабля следила из телецентра. В специальную студию, куда могли попасть лишь космонавты, конструкторы и особо проверенные журналисты поступали самые последние данные о ходе полета. Все шло хорошо. До того момента, когда с местом посадки неожиданно пропала связь. Через некоторое время Людмилу Волкову мягко, но настойчиво попросили уехать домой. Беспокойство уже какое-то внутреннее шло. Что вообще-то это все... Обычно должно тоже сказать, что все, мягкая посадка, приземлились, и, знаете, поздравления шли. А телефон молчал. Телефон молчал и тоже очень настораживало. Никто из близких экипажа тогда не знал, что в это время генерал Каманин получил по закрытой связи первое после приземления Союза шифрованное сообщение с места посадки корабля. Оно было очень коротким и состояло всего лишь из трех единиц. Этот ход означал самое страшное из того, что могло вообще произойти. И потом мой заместитель оттуда докладывает, что, говорит, плохо, очень плохо. Ну, как спросили, как плохо, очень плохо. Ну, говорит, ну, совсем плохо. Не могли открытым текстом сказать, что погибли и все. Потом уже не выдержали. Говорит, так что? Ну, говорит, мертвые они погибли. Вскоре начали выясняться и подробности того, что происходило на месте посадки и почему так долго молчали все каналы связи. Буквально через две минуты после посадки к лежащему на боку кораблю подбежали спасатели. Они постучали по его обшивке. Но никто не ответил. Тогда они быстро открыли люк. В кабине они увидели космонавтов, которые сидели в своих креслах без признаков жизни. Стали вытаскивать. Они были теплые. Их клали на носилки. Я помню, у Добровольского вот как-то так рука сама свесилась с этих носилок. Врачи дули им в рот, старались делать им искусственное дыхание. Они не воспринимали их. Они были еще румяные. Понимаете? И никаких гримас, ужаса какого-то, понимаете, не было у них на лице. У них были совершенно спокойные лица. Причину смерти экипажа определили быстро. Из спускаемого аппарата при посадке вышел весь воздух. Но почему это произошло, пока оставалось загадкой. При осмотре корабля никаких внешних повреждений не нашли. Впрочем, бросалось в глаза, что вся радиоаппаратура в кабине была почему-то выключена. А привезные ремни Добровольского находились в запутанном состоянии. Это говорило о том, что в последние секунды своей жизни экипаж еще пытался исправить положение. Но сделать уже ничего не мог. Ну вот представьте, из этой комнаты сейчас где-то будет выходить воздух. Где это? Под диваном, за шкафом, где-то там под столом или где. Так и там. Это же всего 20-30 секунд. Медицинская экспертиза обнаружила у всех погибших следы кровоизлияния в мозг, кровь в легких, повреждения барабанных перепонок. Растворенные в крови человека газы вскипели и, превратившись в пузырьки, закупорили сосуды. У Волкова сердце билось еще 80, у Добровольского 100, а у Пацаева 120 секунд. Спасти их в такой ситуации могли либо скафандры, но в этом полете их как раз и не было. Либо время. Оно было необходимо для того, чтобы успеть вручную закрутить кран открывшегося клапана. В последние секунды, когда сознание космонавтов еще не померкло, Добровольский и Пацаев пытались сделать это. Но времени у них уже не оставалось. Для того, чтобы его закрыть, кран, требуется 55 секунд здоровому человеку, зная, что это он. А они через 20 секунд уже потеряли сознание. Значит, они никак не могли сделать. Сразу же после торжественного захоронения праха космонавтов в Кремлевской стене, Политбюро ЦК КПСС утвердило комиссию по расследованию причин катастрофы. Ее возглавил главный теоретик советской космонавтики, академик Мстислав Келдыш. Первым делом он решил выяснить, почему все-таки наших космонавтов отправили на орбиту без скафандров. Но однозначно на этот вопрос ответить было нелегко. Первый раз без скафандров полетели Владимир Комаров, Борис Егоров и Константин Феоптистов в 64-м году. Три человека в скафандрах в корабль не помещались. И поэтому главный конструктор Сергей Королев лично принял решение – скафандры на борт не брать. Партия требовала ни в чем не уступать американцам. А было известно, что те отправят в очередной полет троих. Вообще отношение к скафандрам было проблемой, вокруг которой шла острая борьба военной и гражданской партии в космонавтике. Военные требовали, чтобы на борту кораблей, раз уж там нет места скафандрам, находились хотя бы обычные кислородные маски. Но их называли перестраховщиками и говорили, что ни в одном полете советских кораблей еще не было случаев разгерметизации. И действительно, случай с «Союзом-11» был первым. И он сразу унес жизни трех человек. Воздух из «Союза» вышел так быстро, как будто из воздушного шарика, который проткнули иголкой. Комиссия пришла к выводу, что во всем виноват один из вентиляционных клапанов корабля. Он должен открываться перед самой посадкой и выравнивать давление в кабине и снаружи. Однако клапан сработал в 150 километрах от Земли, практически в безвоздушном пространстве. Шансов у космонавтов без скафандров и без запаса времени не было никаких. Но было два одинаковых клапана. Они не поняли, какой из них сработал. Они поняли, что какой-то открылся. А у них появился туман сразу в кабине. Они отвязались от кресел и стали крутить клапан, но не тот. Если бы они стали закручивать тот клапан, они бы были живы. Результаты расследования причин аварии докладывались прямо в Кремль. Проверили все клапаны для других кораблей. А завод специально изготовил еще одну дополнительную партию. Провели около тысячи экспериментов. Однако ни в одном из них отказов не произошло. Как получилось? Как получилась вот такая страшная техническая ошибка? Здесь можно сейчас как угодно говорить, что произошло. Но людей-то нет. Некоторые руководители, впрочем, намекали. Виновата вовсе не техника, а неправильные действия экипажа в критической ситуации. Звучали даже заявления, что космонавты могли бы просто заткнуть дырку в корабле пальцем. Это глупость абсолютная. Фудлая политика красных директоров. Снять с себя ответственность и бросить. Это невозможно даже туда пальцем проникнуть, поскольку клапаната под панелью туда нельзя было. Сто процентов отменяется вина экипажа. Они действовали абсолютно по инструкции. В свою очередь представители спецслужб не исключали, что произошла диверсия или сознательное вредительство. В обстановке острейшего противостояния двух систем и борьбы за лидерство на Земле, под водой и в космосе, она выглядела вполне логично. Здесь погибли большие материальные средства, большие затраты. КГБ приехало туда проверять. Однако и эта версия не нашла подтверждения. Скорее всего сыграло свою роль не вредительство, а разгильдяйство на производстве. Когда стали проверять техническое состояние Союза-11 и предыдущих кораблей, выяснилось, например, что многие гайки были просто не закручены так, как этого требовали инструкции. Когда начали проверять те корабли, на которых прилетел Добровольский Волков-Пасаев, оказалось, что эти гайки закручены буквально чуть не от руки. Где-то гайки докручены одна на 20 килограмм, другая 30, третья 50, а четвертая вообще на нуле. То есть он еще поставлен клапан в такие условия, когда они докручены, когда он там болтается, в этом, так сказать, он мог и отказать. Но все это станет известно только потом. Тогда же, утром, 30 июня, врачи еще полтора часа после посадки пытались вернуть космонавтов к жизни. Им делали искусственное дыхание и даже вливали донорскую кровь. Но все было напрасно. Вскоре семьям Добровольского, Волкова и Пасаева сообщили о гибели космонавтов. Ну вот потом я помню, что это уже было не утро. Наверное, день, может быть, вторая половина дня. Я была в своей комнате, и открывается дверь, и заходит мама, Терешкова Валентина Владимировна. И мама мне сказала, что Мариночка, наш папа, погиб. На следующий день после трагедии все газеты вышли с черными траурными рамками. Прощание с космонавтами проходило в Центральном доме Советской армии. Из-за огромного наплыва народа церемонию пришлось продлить на несколько часов. Мы нарвали букет на Байконуре полевых цветов и приехали на похороны. И я помню, Коля Рукавишников стоял где-то перед залом с гробами. И жутко такой зареванный тоже говорил, ну вот, мы уже целыми экипажами хороним. Понимаете? Это было потрясение, конечно. В тот день советский народ провожал в последний путь героев космоса. Георгия Добровольского, Владислава Волкова, Виктора Пацаева. Очень много в поддержке семьи оказала Валя Терешкова. Эта женщина уникальная, она сама отойдет, когда хоронили, отойдет, поплачет. А потом, собравшись, идет, успокаивала жену. Урны с прахом экипажа Союза-11 замуровали в Кремлевскую стену. Прощаться с космонавтами прибыло все советское руководство во главе с Брежневым. Члены Политбюро говорили семьям слова «утешение». Но вряд ли они тогда хорошо понимали их. Вот я каждый раз думаю, что можно сказать утешительного, когда сидит любая женщина у грубого мужа. Ну, что можно сказать? Я не плакала. И я все время думала, господи, почему же я не плачу? Это же, в общем-то, как-то вроде ненормально даже. А потом, наоборот, 10 дней из меня все время лились слезы. Многие газеты мира в те дни напечатали фотографию двух дочерей Добровольского – Марины и Наташи. После этого письма с выражениями сочувствия и поддержки стали приходить к ним буквально из всех стран. Вскоре Марине принесли письмо от президента США Никсона, который тоже увидел ее фотографию в газетах. «Я понял, что мужественный человек оставил после себя мужественную дочь, которая очень любила его», – писал Никсон. «Продолжайте сохранять мужество в это печальное время. Когда ваша сестра Наташа подрастет, я знаю, что вы поможете ей понять, насколько сильно вы обе должны гордиться своим отцом». Ответ Никсону Марина писала вместе с Валентиной Терешковой. Тогда, в 12 лет, наверное, не смогла бы написать так, как написала Валентину Владимировну. Она написала, что мой отец был очень красивым человеком. Он для меня был хороший, добрый, преданный и так далее. А Валентина Владимировна написала именно так. Расследование причин аварии длилось больше года. Выдвигалось множество версий, почему так и не сработал злополучный клапан. Однако точная причина катастрофы так и не была названа. Осенью 1971 года станцию «Салют» утопили в Тихом океане. Стало понятно, что в ближайшее время она не сможет принимать новые экипажи. В пилотируемых космических полетах наступил вынужденный перерыв. Когда накануне того трагического полета Госкомиссия зачитала решение о замене экипажей, главный виновник случившегося Валерий Кубасов сказал своим друзьям. Все это только простуда. Через неделю на рентгене уже ничего не будет. И он оказался почти прав. О гибели экипажа Добровольского, Волкова и Пацаева Кубасов узнал в Москве уже официально здоровым человеком. Пришли к выводу, что это было аллергического характера, потемнение легких. Реакция организма была весна, то ли на цветение, то ли еще на что-то. В общем, аллергия. Потом Кубасов еще дважды побывал в космосе. В том числе и вместе с Алексеем Леоновым. В составе советско-американского экипажа «Союз Аполлон». Их кандидатуру одобрил сам Брежнев. Но трагедия корабля «Союз-11» не дает покоя ни Кубасову, ни Леонову до сих пор. Меня больше всего угнетало и до сих пор угнетает то, что они погибли на моем корабле. Это мой корабль. Я могу и говорил, и говорю, потому что я с чертежей там был в этом корабле. Петр Колодин после гибели «Союза» испытал сильнейший шок. У него даже появились проблемы со слухом. Петр, когда все это произошло, он очень плакал, приехал ко мне и говорит, Люсь, почему я, почему не я, лучше бы я, у него не было детей тогда, все, у нас ребенку было 13 лет. Я говорю, Петь, у каждого своя судьба. Его судьба оказалась и счастливой, и несчастливой одновременно. Подозрительный рентгеновский снимок легких Кубасова подарил ему и его товарищам по экипажу жизнь, но не пустил Колодина в космос. Его предчувствия сбылись. Он еще долго готовился к новым полетам, но остался дублером навсегда. В космос он так и не полетел. Я очень серьезно готовился к каждому полету. Подготовка тяжелая, экзамены тяжелые, поблажек никаких, медицинские комиссии, освидетельствования. Уж сколько мы сдали и крови, и мочи, то столько этих и медицинских экспериментов было. Все это прошел. Еще долгие годы Колодина терзала чувство вины. Ему казалось, что именно он виноват в гибели своих коллег, которые неожиданно оказались на его месте. Он уговаривал себя. В те июньские дни от него ничего не зависело. Просто так, а не иначе распорядилась судьба. Своего сына Колодин назвал Владиславом. В честь своего погибшего друга Владислава Волка. Он и сейчас считает, что такого друга, как Волков, у него больше не было никогда. И они действительно выполнили все. И до сих пор работают станции. Сейчас работает Международная космическая станция. Прошло уже 35 лет. Значит, то, ради чего они отдали свою жизнь, это дело продолжается. Значит, не зря. Гибель Пацаева, Волкова, Добровольского стала тяжелым ударом по космической программе СССР. После аварии корабли типа «Союз» дорабатывались долгих два года. За все это время на орбите не побывало ни одного советского космонавта. Следующий старт космического корабля «Союз-12» состоялся только в сентябре 73-го. Экипаж снова пришлось сократить до двух человек. Но на этот раз в космос они отправились в новых полетных скафандрах. Горькие уроки лета 71-го даром не пропали. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова